Есть мнение, будто возможности приходят и уходят. Если какую-то возможность мы упустили, за ней приедет другой автобус, не переживайте. Так нам говорят мотивирующие спикеры. Почему они мотивирующие? Потому что они обманывают людей. И это часто происходит. Я поясню сейчас, как это происходит. Итак, давайте возьмем состояние рынка. Рынок – это люди в информационном поле. Они рынок, потребляющий информацию. Информационный рынок. Что рынку приятнее слушать? То, что ты упустил возможность, и ты реально ее упустил? Или им приятнее слушать, что не беда, ребята, скоро придет следующая возможность. Они как волны в океане приходят и уходят. Приходят и уходят. Рынок сегодня находится в состоянии такого виртуального кокона и сидит там так глубоко, что не хочет потреблять ничего, что даже не просто противоречит их убеждениям, а с чем они могут быть несогласны. Самооценка у людей сегодня настолько низкая, что они не хотят не просто учить нечто новое, они не хотят слышать даже то, что хоть как-то противоречит тому, во что они хотят верить, а даже не во что они верят. Поэтому, если ты сегодня хочешь быть бизнес-тренером, так называемым, то ситуация вполне проста. Ты должен играть в музыку этого рынка. А рынок хочет слышать, что все хорошо, ребят. Возможности уходят и приходят. Вопросики назрели. Вопросики следующие. Сайт cars.com был продан за 789 миллионов долларов. То есть, был некий человечек, который купил этот домен в свое время, где-то так в году 1993-1994, а потом этот же домен был продан через лет так 20 за почти миллиард долларов. Возможности, ребят, приходят, или это не считается? Подождите. 789 миллионов долларов считается еще как. Помните, за несколько биткоинов можно купить раньше было одну пиццу. Сегодня за один биткоин можно пиццами полстраны накормить. Возможности не считаются, да? Еще как считаются. Так вот, мое утверждение не в том, что все плохо, ребят, мы опоздали. Полная беда у нас. Мы упустили все возможности. У меня другое мнение. И я утверждаю, что возможности, если мы их видим, мы не должны их пропускать, потому что за ней, за этой волной, будет следующее. Скорее всего, следующей волны мы можем даже не дождаться. Настолько эти возможности настоящие, редки. И мы должны сделать ставку и поставить буквально все на то, что мы считаем возможностью. И это очень важное утверждение. Следующая мысль. Следующая мысль в том, что люди сегодня думают, что возможность – это получить что-то. Нет. И это ключевая в корне мощная ошибка, которая мешает людям действительно использовать возможности. Настоящая возможность – это не взять, а отдать, поставить, сделать ставку, чтобы потом, через время, эта ставка сработала, и ты смог очень много чего взять. Все эти люди, которые так много денег заработали на сквотинге, так называется, когда ты бронируешь домены, которые заработали на криптовалютах, которые заработали на что бы там ни было, они сделали огромную ставку в свое время, чтобы потом эта ставка сыграла, они не брали тогда, когда были возможности, они отдавали, чтобы взять позднее. Теперь возьмем другую мою линию аргументов. Ну, подождите. Все-таки же возможности приходят, ведь верно. Давайте возьмем самых талантливых, умных и даже богатых людей, и сколько они использовали возможностей, приходящих, как говорят нам, одну за другой. Джефф Безос. Талантливый человек. Послушайте, Джефф Безос, один из самых гениальных людей, когда-либо живших. Он основал компанию Amazon. Он ее построил, как он позднее сказал, «on the shoulders of giants» на перчах великанов. Это означает, что он использовал технологии людей, которые жили до него и построили цивилизацию до него. Были построены прекрасные почтовые службы, были уже интернет-технологии, веб-сайты были. Он просто объединил это все и сделал сайт amazon.com. Джефф Безос, который использовал эту, одну возможность. Потом он решает, «Дайте-ка я, ребята, буду следовать за моими увлечениями естественными. Я сделаю компанию, посылающую людей в космос». И он открывает Blue Origin. Blue Origin. Они все вместе собираются. Джефф Безос тоже. Пакует свой космический чемоданчик. И они улетают вверх. Якобы они были в космосе. Там немножко покружились и очень быстро вернулись. Они были на околоземной орбите. Они даже не были в космосе. И на том, пожалуй, все. И это все, что сделал Джефф Безос. Он сделал компанию Amazon. И на том, подчеркиваю, все. И Джефф Безос, это не просто так, какой-нибудь там человечек, у которого второй раз не получилось. Это один из самых талантливых людей. Так про него даже Воррен Баффет говорит. Который так просто, пожалуй, не скажет. Вторая возможность у Джефф Безоса не прошла. Билл Гейтс, как вы думаете, умный человек. Ну, может, он вам не нравится лично. Ну, не нравится. Бывает так. Но это просто гениально из людей. И сколько компаний открыл после Майкрософта Билл Гейтс? Ноль. Майкрософт это все, что он сделал. У них были другие начинания, но они пока что еще работают на уровне начинаний. Все, что сделал Билл Гейтс, он сделал все из Майкрософта. И даже работая на Майкрософте и длительное время оставаясь самым богатым человеком в мире, как и Джефф Безос сейчас, он ничего не смог, по сути, второго сделать. Стив Джобс. Вот это, пожалуй, ну, это гений из гениев. Давайте будем объективны. Возможно, самый гениальный человек, который когда-либо ходил по земле, Стив Джобс. Стив Джобс основал компанию Apple, из которой у него ничего не получилось. Она изначально была на грани банкротства, из которой его изгнали. Он основывает компанию Pixar, которая у него получилась, со скрипом, но потом она пошла. Он уходит из Pixar в Apple и поначалу ведет две компании одновременно. У него получилось. Была возможность и сделать компанию, делающую мультфильмы, и сделать компанию, которая сделала продукты Apple. Так вот, когда у Стива Джобса уже был поставлен диагноз онкологии, и он уже умирал, он признал, что, скорее всего, эта онкология была вызвана стрессом работы на двух должностях. Он вел и Pixar, и Apple. организм Стива Джобса такого гениального человека не выдержал двух возможностей. А мы тут говорим, что мы такие все умненькие, такие прям у нас, если мы возможность упустили, мы тут же будем преследовать следующую возможность. Нет. Совершенно нет. Мое мнение здесь следующее, что нам нужно перестать слушать неких псевдо-гуру, который заливает нам в уши сладкие сказки про то, что, ребятушки, не волнуйтесь, все будут следующие возможности. Нет, ребятушки, возможностей следующих, может быть, в этой жизни для нас не будет. В этом правда. И в этом не грусть всей нашей ситуации, а в этом и есть правило использования возможностей. Если ты видишь ситуацию, и у тебя есть видение, что в будущем эта ситуация сработает, ты не должен думать, что, да ладно, сейчас ее упущу, потом придет следующее. Нет, ты так не можешь, потому что возможности бывают один на какие-то сотни лет иногда. Иногда так. И именно так, потому что не все возможности с нашей нейронной сеткой мы способны увидеть. Допустим, один человек увидит технологическую возможность, но он полностью пропустит социальную, политическую возможность. Он может не увидеть географической возможности. Возможности бывают разные. И вот люди, которые говорят, что они просто приходят и уходят, да, посмотрев на статистику, где-то, когда-то что-то всегда всплывает. Но давайте будем до конца объективны. Если у суперлюдей этого не получилось, то мы тоже не должны уж как минимум упускать возможности, которые мы видим в моменте. Я резюмирую. Возможности нужно использовать. И настоящая возможность это вложиться в нее, чтобы потом она сработала. Если мы это не делаем, потому что мы жадничаем, потому что нам жалко своих усилий, потому что потом будет новая возможность, лучше еще, чем это. Скорее всего, мы допускаем одну из самых сильных ошибок в нашей жизни. И так далее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!